Воскресенье. До и после программы «Время». В эфире «Давай поженимся» программа о том, как найти спутника жизни. У нас в студии Алексей. Мы ищем ему жену. Давайте посмотрим на вторую невесту. Елена, 27 лет. В 13 лет влюбилась в известного в районе хулигана. Только спустя годы поняла, что семью с ним не построишь и, несмотря на любовь, бросила его. Всех следующих ухажеров сравнивала с ним и разочаровывалась. Елена – педагог-психолог. Работала с трудными подростками. В Москве устроилась менеджером в салон связи. Елена – без ума от русоволосых, голубоглазых мужчин. Алексей полностью соответствует ее типажу. Пойдемте, знакомимся. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. Очень приятно с тобой познакомиться. А это тебе. Спасибо. Спасибо. Чупа-чуп, что ли? Нет, это конфета. Здрасте. Это в знак того, чтобы наше знакомство было сладким и радужным. Спасибо. Какая прелесть. Скажите, многие хорошие девочки из хороших семей влюбляются в хулиганов. И во взрослой жизни, к сожалению, тоже. Почему ты влюблялась в хулиганов? Ну, ты, Василиса, отдельная какая-то женщина. Ты гений. Ты бездача. Я имею в виду нас простых. А вы извините, да. Смертных. Да. И вы были влюблены в какого-то мальчишку-хулигана, да? Он считался хулиганом, да. Что хулиганство-то? Что пил, курил, что ли? Нет, были какие-то шкоднические, там, залезли, допустим, на стройку, да, что-нибудь там утащить, продать. Ну, вот тебе и деньги. Ну, деньги-то маленькие, да, мы... Вот криминал как раз. Ну, криминал – это хулиганство больше. Нет. Правильный политик не выберет девушку, которая выбирает хулиганов. Ну, мне кажется, сама такая немножко хулиганка. Вот она производит впечатление. Вы взрослая женщина, вам 26 лет. А чего вы хотите от брака? Деток. Ну, это хорошо. А что вы так? Очень правильно, да. Не, ну, это естественно, да. Какого-то гармонии. Вот именно, чтобы не было настолько комфортно, чтобы... Вы чувственную сторону ищите в браке? Если вы про комфорт говорите, показывая нагрозь. По большей степени, да. А вы уверены в том, что чувственная база, в общем-то, приходит и уходит достаточно неустойчиво, является серьезной основой для брака? Я тоже об этом думаю, естественно, да, как любая, наверное, женщина. Вот. Но в первую очередь для меня важны все-таки эмоции. Хорошо. А вообще у вас к будущему мужу много требований? Есть, но не могу сказать, что это список из ста пунктов. Ну, три. Три – это внимание, забота и понимание. А вы, в свою очередь, ему предлагаете? Опять же, внимание, забота и, ну, естественно, любовь, собственно, как из той стороны. Спасибо. Да. Алексей, скажите, пожалуйста, насколько вы готовы отпускать свою женщину куда-то? Насколько она может быть свободной с вами? Ну, вот где-то там, я не знаю, в магазин, не сопровождать ее на руку? Самое главное, чтобы до 12 ночи была дома. А вот есть все-таки? Есть все-таки. Да. А ей надо в два прийти, да? Алексей сказал, что он ревнивый. Есть. Это понятно. У вас тоже, наверное, есть какой-то вопрос? Конечно. Мне бы хотелось узнать, маме-то, какие девушки нравятся? Такие, какие нравятся мне. Потому что я взрослый человек, поэтому выбор за мной. Очень приятно. Интересно, что, ты знаешь, все-таки есть, производят впечатление маменько-милого сынука. Есть это? Да, мне тоже. Несмотря на то, что он сильный. Я хочу узнать, а как вы относитесь к тому, что, например, Алексей будет сам принимать решение? Отлично. Я просто по знаку зодиака весы, и для меня не совсем просто принимать решение. Вы опираетесь на партнера. Иногда очень проблематично, да, поэтому я с удовольствием. Да ладно, вы девушка достаточно решительная, давайте честно будем говорить, рисковатая даже в своей решительности. А как же говорить, что сложно принимать решение? Вот я могу сказать, что решительность, знак зодиака, никак не определяется. За принятие решения отвечает Марс. Он у вас в знаке стрельца расположен. Весьма решительно. Я бы, честно признаюсь, таких решительных девушек даже побаивалась. Ну, чтобы не бояться, давайте посмотрим на сюрприз, который вы приготовили. Пожалуйста. Хотела сказать два слова. Я, на самом деле, очень люблю путешествовать. И самый, наверное, город моей мечты, город, который я очень сильно люблю, это Париж. И вот эту частичку этой Франции я бы хотела тебе сейчас подарить. А, ну, подарок преподнесла совместный танец. Отлично. Танец. Это тоже подарок. Нам надо было на подтанцовку выйти. Хитро, да, хитро. Слушай, хорошая мысля проходит опасно. Да, ну ничего. Ну, это вроде как, я не знаю. Она завтра собралась, подружек притащила петь. Браво! Вроде как подарок не своими руками, знаешь. Да. Ничего себе подарочек. Красавицы. А вы-то замужем? Не слышу. Нет. А женихи не нужны? Нет. Следующая передача. Какие вы клевые, слушайте. Все, внимание, переключилось на подружек невесты. Так было саду. И одна из них рыжая, между прочим. Наша. Наша девочка. Как вам подарок? Не смотрите, сюда смотрите. Понравился. Да, и нам понравилось. Да, спасибо. Безупречно. Спасибо. Идите в комнату, девочки. Ты вспотела, Сань? Да. Тихо. Нет, вспает. Очень понравился. Хороший мальчик. Вот у вас смело вообще, да? Как вам? Подходит. Подходит. Ну, они внешне, внешне очень. Да, у них такой прям танцем. У них много общего в отношении. Мне нравятся вообще веселые люди. То есть с ними просто, с ними легко. Я не думаю, что они будут вместе. Точно могу сказать. Но то, что подходит, это да. А почему не думаете, что будут вместе? Ну, мне кажется, все-таки должен быть искра какая-то. Вы знаете, что-то такое, что сразу вот встретился и увидел. Все вам химию подавать. Наверное. Так, а вы спросите, у жениха-то искра была или нет? А у тебя-то была? Мне понравилось. Потом скажу. Мне понравилось то, что она эмоциями живет. И я как-то с Алексеем, когда разговаривала, он сказал такую фразу, что ему нужно, чтобы с девушкой было не скучно ему. Я думаю, что с ней будет точно не скучно. С нами не будет скучно, сто пудов. С нами. С нами. Ну, мы в комплекте. Что вы скажете? Вот я послушал моих друзей, тоже согласился, что девушка мне понравилась. Но единственный момент, как будем выходить из конфликтной ситуации? Чтобы не было борьбы кто-кого. Женщина в семье может быть либо флюгером, либо парусом. Ну вот, конечно, очевидно, что Лена, в общем-то, это парус. Она умеет не только считаться с обстоятельствами, но и достаточно серьезно влиять на них. Вот вопрос заключается в том, насколько она готова паруса настраивать в нужном направлении. В общем-то, а в момент, когда конфликтная, конечно, ситуация, вот тут больше нужно надеяться на капитана, а не спорить с ним и плыть в том направлении, в котором, в общем-то, сдают капитаны. Как говорил мой шеф и говорит мой шеф, что на корабле должен быть один капитан. Правильно. Она не будет вторым капитаном. Она очень чувствительная. Она, на самом деле, скорее принимала для всех нас какой-то вот тут образ или играла роль определенную. На самом деле, она гораздо мягче, чем попыталась себя представить, ну или рискнула представить себе. Она действительно очень активная, но это та женщина, которая для своего мужчины сделает все. И она может быть идеальным орудием в руках мужчины. Только мало кто из мужчин этого по-настоящему оценит. Единственное, что, как мне видится, вы могли счесть ее немножко простоватой для себя, но я думаю, что это заблуждение.